Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games, и я вас приветствую в следующей серии Лары Крофт, Топ Райдер, Rise of the Топ Райдер. Вот мы сразу остановились на этом моменте. Маскировка. Вы хотели увидеть то, что здесь произойдет. Вот вы увидели то, что здесь произошло. Чувака мы подвальнули. Так, маскировка. Теперь мы должны прятаться. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача найти пропавший разведотряд. Опа, бесшумненько. Опа. Опа, лучком задавило, как и в прошлой части. Ларочка умница. В кустах ее не видно, реально. Я ее и так не вижу. Очень круто. Так. Можно вас перебить. Перебили. Так, стоп. Икс. Я опять с геймпадом иксбокс. Ван. Начинаю путать кнопки. Икс. Блин, для меня это икс. Нижняя кнопка на PlayStation. Так, теперь куда? Мы вообще, насколько я помню, и вы, я думаю, помните, что нам нужно к медведю. Мы теперь там сделали... Ой, что-то мне написали сверху, я не прочитал. Как всегда, я невнимательно вот это делаю. Так, как у нас смотреть карту? Нет, не так. Я забыл, как смотреть карту. Вот. Так, нам нужно, получается, вот сюда. Так, сюжетная задача. Проскользнуть мимо солдат троицы и победите. Доберитесь до пещеры. Ну все, я понял. То есть, мы идем в пещеру к медведю. А, черт. Сука, еще один. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеки. Прикольно. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступали. Это был ложный маневр. Они еще где-то там. Да, местных, вы помните, они подзавалили. Подзавалили. Принкер убит. Надо его оттуда снять. Вращается или нет? Блин, он возвращается, да? Да, он возвращается. Сейчас надо будет его по-тихому завалить. Блин, ее вообще не видно. Я ее сам реально не вижу. Крутой стелс. Так, тихо. Пошел по другой стороне. Мы его сейчас. Пуш перед... Так, местная. Чувак, стоять. Стоять по-тихому. Хорош, хорош, Ларочка, хорош. Все, аккуратненько, аккуратненько придушила. А так, х, х. Блин, я тебя путаю, ты тыкс. Так. Хватай, беги. Так, ладно, дальше. Попробуй вызвать штарт. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Блин, очень крутая, очень крутой стелс. Реально, я, вы знаете, я стелс не очень люблю, но это очень круто. Блин, ну тут трое уже. Трое. Так, глупо. Сука, увидели, да? Время не уйдет куча. Константина это не понравится. Ну, все лучше, чем нас по одному валить будут. Хорошо, я сейчас кнопки не перепутал. А то бы она выпрыгнула из кустов, было бы вообще не прикольно. Вас по одному валить. Ребят, так вас как же завалишь-то, а? Как же вас завалишь-то по одному? Вы же рядом стоите и даже никуда не ходите. Ну вот к тому надо подбираться с другой стороны, пробовать. Который спиной стоит. Блин, он уже не спиной. Нет, их реально надо мочить. Кто идёт? Сука, меня уйдет. Я кто-то увидел? Ай-яй-яй, стоять! На, сука. На, сука. Ребят, на, сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не надо! По женщине нельзя ни в коем случае. Ты не знал, что ли? По женщине нельзя стрелять. Ой, блядь, опять я по 2x. Это да, именно пройдено. Хватай, бери. Да это, блядь, уже не, уже это не испытание. Это у меня на улице, прикинь, сигналка заработала. Я думал, здесь что-то... Тут сигналка включил. Стоять! Да умришь ты! Сука, да что ж так долго, Лара? Да ёб твою мать! Ну, сдохну, наконец-то. Чё, не умрёшь от стрелы? Хуя ты, блядь, этот... Всем отрядом следить в оба. Да сука. Как оружие у тебя должно быть. Блин, по-тихому не получилось, ребят. Ну, я говорил. Стелс это не совсем моё. А, не, не надо. Не надо кидать сейчас никуда ничего. И как мне её отпустить? Так, а у меня вообще ядовитые стрелы-то остались? Я сейчас на медведя как пойду? Как я сейчас пойду на медведя? Ага. Всё, стрелы у меня обычные, ребят. Это печалька. И я чё-то сделал неправильно. Значит, мне надо опять собирать, идти... Делать ядовитые стрелы. Хотя, не знаю. Ладно, посмотрим. Ну, так же не должно быть. Да что же это сигнализация сзади-то? Она меня пугает. Окно открыл, блин, чтобы попрохладнее было. А вот она, пещера, кстати. А вот она, кстати, пещера. Мать её, мне же уже суда. Так, кто-нибудь выключите эту сигнализацию за окном. Мне кажется, что меня сейчас медведь услышит из-за неё. Блин, я не завалю его обычными стрелами. Бараны, выключите свою сигналку. Ну, это понятно. Это сейчас будет бесконечно, да, продолжаться? А медведь-то где? А, вот там цель написана. Где цель? Нет, значит, нам не сюда. Что-то я пошёл в пещеру. Ну, будем считать, что это сирена. Включили её эти. Хотя тут, на самом деле, всё тихо и спокойно. Куда нам? Куда? Значит, где-то здесь эта пещера. Ну-ка. Так, стоять. Вот это я не туда пошёл. Сюда. А, вон там пещера, всё, понял. Так, ребят, ну это невозможно сейчас, 5 секунд. Просто ужас. Блядь, бараны, сука, своими машинами. Хер же услышите, всю ночь будет орать эта тачка. Так. Сюда. Где-то смогу допрыгнуть. Ой, а вот так же. Она у нас может цепляться. Ну давай, Ларочка, ну давай, ты сможешь же. О, не может. Прикиньте. Так, значит. Я не понимаю. Может, я по дереву. Что-то всё за бред. Как я сюда должен забраться? Вон пещера где. Значит, вот сюда нам надо. И вот сюда. Так, тихо. Стоять. Вон пещера. А я по той, да, лазил? Спокойно. Спокойно. Да, именно здесь мы... Вот это пиздец сейчас было. Что это такое? Ага. Тихо. Медведь. Чёрт. Он ещё тут. Конечно. А чё-то хотела. А нам бы... Сделать бы. А ядовитых стрел-то нету, да? Блин, тут прям... Прям место для такой этой. Это типа мини-босс, понимаете? Сейчас будет. Одолейте медведя. Лучший план. Замечательно. Чем я могу хотя бы пользоваться? Так, это не ядовитые? Ядовитые. А можно стрелы сделать? Сейчас ты тут не сделаешь уже ничего. Так. Блядь. Блядь. Я предлагаю на дерево запрыгнуть. Я могу на него запрыгнуть? Да. Ты нахуй, сука, блядь. Куда ты, блядь, перепрыгиваешь? Дурацкий. Ты не хочешь сидеть на ветке? Давай, давай, подтягивайся. Залезь. Она тут не может залазить. Бля, ребят, это будет сейчас жестко. Я не могу по-тихому обойти? Я только сквозь пещеру могу пройти, правильно? Это пиздец. Это прям жопа, отвечаю. Я уже очку. Вы видели в прошлый раз, какой он огромный. А нам типа туда и надо. Что, стрелы? Может, сделаем, а? Лагеря нету. Вот уже точка. Стрелы только обычные. Так, а ну-ка, а как мне управление? Настройки. Ни хрена, да? Я так не могу сделать. Блин. Ни хрена я так не могу, да, сделать? Чтобы сейчас у меня сразу появились эти... Я что-то... Что-то я, может, не пойму. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. А, все, я тебя понял. Базара нет. Выманить его наружу каким образом? Так, что вот там такое? О! Стрелы, ёпта-ть. Ни хрена себе. Ну, это что же обычное? Да. С ядовитым мы побыстрее бы справились. Но меня интересует момент такой. Я, конечно, все понял, что тут... Прямо сейчас будет... Трэш. Жесткий. Но мы только прыгать можем, видите? Прямо арена для битвы. От нее нам никуда не деться. От этой битвы с медведем. Походу, сейчас будет жопа боль. Ладно. Как же выманить-то тебя? А, во. Вот видите, не хватает нам. Что, все? Что значит все? А что он не выманивается? Что-нибудь взорвать надо было? А, надо было, наверное, канистру взять тут. Слушай, точно. Пойдем за канистрой. Сейчас мы притащим эту канистру. Хотя мы с этой канистрой, наверное, залезть не сможем никуда. Мы, наверное, с ней не сможем залезть. Спрыгивай, ты спрыгивай, ты не бойся. Да как ты, что это? Вон, где она? Бери, пойдем. Не уверен я, конечно, что мы с ней запрыгнуть сможем. Не туда. Фух. Что-то я очкую. Ну да, канистру она, естественно, отпустила. Не хочет наша Лара нечестного боя. Хочет с луком с одним, блядь. Нет бы автоматы хотя бы забрала у этих. Дуреха, блядь. Ну ладно, пойдем выманивать его. Сейчас будем ломиться от него и сюда его вытащим. Пойдем потихоньку. Главное его увидеть вообще. Чтобы выставить, нажмите во время прицеливания. Ёп вашу мать. У меня одна ядовитая осталась. Проснулся? Блядь, одна ядовитая осталась. Я потратил ядовитую стрелу просто так. Выиграла, выиграла. Наверное, не знаю. Не уверен я ни хрена. Сука, попал. Прыгай. Прыгай, Лара. Прыгай. Прыгай, пожалуйста. Печаль беда, ребятки. Печаль беда. Вот это боль, жопа. Блядь, жопа боль, точно. Мне пиздец. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Медведь пошел в жопу. Ой, не попал прям миллиметр какой-то. Ты умрешь или что вообще? Я в тебя четыре стрелы уже засадил. Одна из них, сука, ядовитая. Ой, о-о-о-о-о-о. Жопа боль. Жопа боль, ребят, я вам говорил. Будет жестко. Будет прям жестко. Будет прям очень. Умер. Ты умрешь? Ой, ёптвою мать, а ты что такой притихший был? Да остановись уже. Не надьте за мной. Ух ты, блин, сколько отправил уже в него стрел. Блин, не успел через камень перепрыгнуть. Ларочка, вставай, пожалуйста. Ох, как я ненавижу вот это вот. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Жопа боль, жопа боль. Пошел в жопу. Мишаня. Мишаня. Ну, блин, ну ты же... Ты же нормально, адекватный медведь. Сука, умри ты уже. Эти гопорабы уже. Слишком много. Как быка загоняют. О-о-о-о, ребята. Вот это сейчас был я близко к поражению. О-о-о, он как-то, блядь, побегает на меня. Сука. О, простите. В голову, что ли, надо стрелять только. Туловище даже вообще не воспринимает он. Блядь, походу, надо только в голову стрелять. Ой, он там... Он прям лапый. Он прям так сильно бьет, короче. Ебать, прям надо бегать. Прям ломиться нахер. О-о-о, жопа боль. Он прям рядом, сука. Сука, прям. О, в лицо. Есть. Блядь, есть. В голову, а как раз надо было стрелять. Фух, ебать. Фух, отдышись, Ларочка. Я сам отдышусь. Я не могу. Просто медвежья шкура. Я понял все. Ебать, какой ты огромный. Блядь, дядь, прости, конечно. Прости, конечно, дядь. Ах ты, блядь, был серьезным соперником, отвечаю. Хера на тебя порвала его. Фух, ребятушки. Это прям было круто. Очень даже. Так, что теперь? Какая теперь цель, я так понимаю? Опять пещера, да? Да, мы через нее сейчас сквозняком куда-то пройдем. Фух, 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 фух. Да, ну очень круто. Лара вообще в порядке. Так, что тут? Детские игрушки, да, валялись? Или это мухоморы? Мухоморы какие-то. Бля, сколько он народ пожрал-то тут. Сколько людей пожрал. Чего-нибудь, чего нет было? Ну, значит. Так, не понял. Чуть был такой сейчас. Так. Здесь что? Пистолета полуавтомата. Взрывайте сейфы, чтобы найти оружейные детали, инструменты для улучшения. Соберите все части оружия, чтобы получить его в базовом лагере. Хорошо. Мы что-то там собрали, я так понимаю? Так, здесь дальше-то что там? А, вот стенка. Подождите, давай еще. О, стоять, а то я сейчас уйду тут. Оказывается, какие-то артефакты. Ну, почему? Блин. Неудобно, сделано. Какие его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители при границе дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом троицы или приставлять кинжал к горлу. Они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Ладно, это как-нибудь все воедино, наверное, сольется в итоге. Давайте проверим, что мы еще... Ага, вон, что мы не заметили. Гуманитарная помощь. Ну и все вроде. Гуманитарная помощь. Ребятки. Ага. Понятненько. То есть туда лучше не прыгать, да? Лучше туда. А если туда-то там жопа боль, да? Я понял. Сука. Керта. Жопа боль. Нет. Это значит по сценарию все. Можно сюда, можно туда. Я просто не пойму, куда нам лучше. Туда нам надо. Почему нам туда показывают? А, там может быть какой-то секретик. Слушай, точно. Тут что-нибудь. Сейчас стоять. Ага, вот я ж говорю. Беглец пересек пределы империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ ордена был четким. Преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков империи, но здесь, вдали от родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. Это точно. Пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Черт, холодно будет. Найдем. Тебе будет и холодно, и больно. Наконечник стрелы из кости. О! Похоже, монгольский. Так, изучить в поисках скрытой информации. Как это сделать? Покрутить. О! Вот так вот. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Короче, я когда начинаю вращать правый стик, он начинает вибрировать в том месте, где надо повнимательнее посмотреть. Это так, чтобы вы, ну, примерно хотя бы понимали, как работает геймплей в игре. О, тут вода одна, ребята. Лара, держись. ЛТ держать, да? Так, скажи, ЛТ. Все правильно же? ЛТ вот это, да? Ох, жопа боль. Ага, понял. Представьте, какая там ледяная вода. А куда? Сюда, вроде. Плаванье. Блин, ты плыви же ты, Лара. И эту кнопку держать. И эту. И тут. Давай бегом. Фуууу. Почему она выходит из воды? Вот смотрите. Я слышал про эти недочеты в игре. Вот она выходит из воды и просто даже не делает. Там, ну, блядь, ей должно быть несколько холодно. Ну, как так? О, стер. Лагерь, ёбар. Так, базовый лагерь. У нас тут много чего есть. Давайте везде все попробуем. Боец, охотница, выживание. Во что же мы добавим? У нас два очка. Охотница, охотница. Блин, выживание я бы, наверное, добавил бы. Это что такое? Первое. Быстрое изготовление оружия. Ага. Угу. Находчивый боец. Чтобы получить больше опыта, выводите из строя или убивайте врагов. Угу. Зажигательные бомбы. Делайте. Блин, вот бомбы нужны будут. Давайте бомбы. Я вот даже другое читать не буду. Все равно попытаемся все, ну, как бы, все сделать. Прокачать максимум. Ну, и боец, конечно же. Железная шкура. Вот, атака с уклонением. Вот это была, я помню эту фишку, она была в прошлой части. И мы ее... Ну, как бы я не записывал тогда, еще не занимался ютубом, но я помню, что я пользовался этой штукой. Не часто, конечно, но пользовался. Так, у нас есть улучшение. Противника. Все. Все. Лидару улучшили. Это хорошо. Так, что теперь? Стоп. А, у нас еще в оружии что-то осталось. А, так мы можем и то, и другое. Вон оно, что оказывается. Вот, и у лука можем улучшение сделать. Оплетка тетивы. Если обмотать шкуру, часть тетивы возле опоры для стрельбы, уменьшить напряжение пальцев и позволить удерживать тетиву натянутой дольше. Шоу, великолепно. Конечно же, конечно же, оплетка тетивы. Естественно. Так, это сделали. Быстрых переходов никаких пока делать не будем. Навыки вроде все добавили. Ты отдохнула, пожрала, все, ништяк. Погрелась в костра. Вот она вроде и согрела, да? Пошли дальше. Найдите вход. Так, ну вот. Не будем даже выдумывать ничего. Нам тут придется сейчас как... Попрыгать. Ой-ой-ой. Изантийская боевая галера? Ага. Она-то сюда как попала. Нихера себе. Реально. А как она сюда попала? Круто. Ну, это в первой части этого Uncharted была подобная история. Среди джунглей просто находится... Как его? Подводная лодка. Немецкая, фашистская. Это было, конечно, неожиданно. Ну, и здесь примерно то же самое. Так. Здесь нам сюда поперли. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Где монгольский? Стоять. Подождите. Где написано? По-монгольски. Она где-то все прочитала. Ладно. Ценные награды. Хорошо. Главное, чтобы сейчас... Ничего не посыпалось. Так, нам туда или туда. Вот прикол. Не, вот сюда давайте сначала прыгнем. Наверное, там что-то есть. Ага. То есть ты намекаешь... ...допрыгнуть до корабля. Ты не боишься, что он на руку? Я должна справиться. Наверное. А, наверное, да? То есть тебе похер. Ну ладно, давай попробуем. Мне с маму стало... ...интересно. Ага. Аккуратно. 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 Так вот. Что такое? Что-то запустило. Мать твою, что-то запустило. Надо как-то расколоть лед. Ага. Ладно, давай сначала вот это посмотрим. Сейчас все придумаем. Но застряло... ... Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки... Но придется идти пешком. Со мной шестеро лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты-припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремнул. Эх ты. Вот тут, наверное, и остался он. Вот он. Да-да-да. Вдремнул. Все, стрелы добавились. Да, поспать ему удалось. Навечно. И вот ему тоже. Все они отдохнули. Так, здесь что? Подождите. Мы можем еще вон выше подняться. Стоять. Выше там... Не, ну я могу туда забраться. Может быть мне туда как раз и надо. Да, сто процентов мне туда и надо. Здесь вот так вот. Так, а теперь интересно. Что-то ни хрена не то. Здесь я точно правильно все делаю. А вот дальше куда? Я не зацеплюсь ни за что. Не, Лара, походу это не наш путь. Стой. Давай еще раз посмотрим. Да, это так кажется. Но вот туда, если только. Ну-ка. Вот там вот. А вот там по деревяшкам потом вверх, вверх, вверх. Ну ладно. Может быть я ошибаюсь. Давайте попробуем здесь. А, каким-то образом надо сначала этот лед спить. Правильно? Правильно. Каким? А, вот этой хренью. О, стоять. Я понял. Я, кажется, понял. Ой-ой-ой, какое опасное приключение. Ребята. Вот вы прикиньте вообще. Я вот до такого додумался бы кто-нибудь из вас. Если только вы не эти, которые ползают там. Понятно, почему я края, блядь, не вижу. Надо прыгать выше. Да, вот так вот это надо было сделать. Ну да. Залезти сюда не хочешь. Что это вообще такое? Не знаю, что это такое было. Внутри там ничего нету. Ой. Щиты какие-то падают. А, надо вращать. А, надо вращать. И чё? А, не понял. Стоять. А, то есть и я вот за это время должен успеть на неё прыгнуть. Нихера себе получилось. Я понял всё. Давай. Короче, опускаем до самого низа. Бросай, бросай, пошёл. Аккуратно, аккуратно, быстро и аккуратно. Это просто практически шесть. Вот, что надо было сделать здесь. Теперь здесь надо. Теперь, говорит, надо узнать, что там находится. Тихо. Ай, теперь, говорит, надо узнать, что там находится. Тихо. Спокойно. Так, сюда нельзя залазить. Чё, сюда можно. А тут щас бах, сразу сокровище, и игра заканчивается. Вот это да. Зачем было брать с собой столько добра? Ага. И я про то же. Мы вот уже что-то нашли. Древние монетки. Так. Тут сразу глаза разбегаются, поэтому давайте всё соберём. Стрелы. Так, ещё. Всё кончено. Мы здесь погибнем. Из-за Коральда и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Коральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мёртвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы, волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позаботюсь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Нормально. О, как вы хотели. Так, это что такое? Карта Архивариуса. На картах Архивариуса указано нахождение документов. Ага, фресок. Всё понятно. Так, здесь что? Стоп, добра набрали. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот теперь главное. Труп отвибрирует. Прикольно. Тут описываются приёмы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. И к чему нам это? Древние навыки? Мы ради этого сюда лезли. Стижение разблокировано. Заработано 10 тысяч кредитов. Лара выпускает две стрелы подряд для необходимости заставать их из колчана. Два выстрела, быстро нажав и отпустив РТ. После того, как выпущена первая стрела. Так, стоять РТ. Это у нас вот это. Те два выстрела, быстро нажав и отпустив РТ. А, то есть чик-пук, чик-пук. Блин, прикольно. Гробница пройдена, ледяной корабль найден. Есть что ещё? То, что я не увидел. Надо стоять. Нет, ничего нет. Всё, что ли, всё нашли? Ну да. Так, теперь дальше нам походу... О, стоять верёвочка. Это нам по ней туда спускаться, да? Давай. Кто её для нас тут натянул? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, тихо, Лара. Спокойно. Так, ледяная пещера. Это уже следующая часть нашего с вами прохождения. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить обязательно лайки. Подписываться в группу ВКонтакте, на Твич-канал и везде. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok